Навья Пасха На Херсонщине считают, что Навья Пасха случается чистый понедельник, в самом начале Великого Поста. В Навью Пасху мертвецы выходят из своих могил. Особенно опасны они в сумерках. В этот день на них не влияют ни крест святой, ни молитва. По древним верованиям мертвецы на улице не трогают только того, кто догадается облиться водой. В помещениях следует зажечь свечу или лампадку, чтобы праведной душе было легче найти дорогу. На подоконник надо выставить кутью, поминальное блюдо. В этот день запрещено употреблять слова вроде «мертвецы» или «покойники». Усопших предков можно только по имени, потому что они в это время возвращаются домой и все слышат. Называть усопших предков можно только по имени, а тем, кто не уважает своих умерших родственников, может быть особенно тяжко. Кроме того, к Навьей Пасхе убирали могилы, оставляли там пищу, угощали старцев с просьбой помолиться за умершего. Кое-где пекли специальный обретовый хлеб, одну большую лепешку или три маленьких. Их еще называли мисками. На фамилии производили прощальную трапезу, проводы умерших в мир иной. Согласно одному из поверий, мертвецы в этот день выходили из могил не просто так, а чтобы отпраздновать Пасху. Но только на мертвецкий лад. В полночь, по троекратному зову, трубы или колокола, мертвецы встают из гробов и направляются в местную церковь. Впереди священник, также умерший. Он произносит молитву, после чего дверь церквушки открывается. И весь умерший народ входит и смиренно слушает необычную службу. У алтаря стоят притихнув умершие дети. Они держат в руках яйца, набитые паклей. Такие яйца, в отличие от обычных, пасхальных, символизируют мир мертвых. Они пусты. А пакля пригодна разве что для изготовления мешков и рятин. Олицетворяет тлен. После службы все христосаются и выходят из церкви. Произнеся проповедь, мертвый священник закрывает двери храма. Вскоре поют третьи петухи. Мертвецы расходятся каждый в свою могилу на Харьковщине в старые времена. Отмечали еще один подобный день. Четверг пасхальной недели называли Мавской Пасхой. В этот день здесь чествовали малок, умерших и некрещенных детей. Считали, что в это время они выходят из воды и до троицы ходят по земле.